Завести второй канал на пульсе от Mail довольно просто. Довольно просто, если у вас уже есть один канал на пульсе. Чтобы завести первый канал, как вы знаете, нужно просто получить инвайт от автора, который уже есть на этой площадке. Ну а дальше ничего сложного. После того, как вы публикуете свои первые 10 статей, их проверяют, вам одобряют монетизацию, всё, вы полноправный автор, и уже вы можете свои инвайты раздавать другим авторам, либо зарегистрировать себе другой канал. Я так и сделал, зарегистрировал себе ещё один канал. Для регистрации нужно всего-навсего написать в техническую поддержку, сказать, что так и так хочу завести ещё один канал, он будет про вот это, вот это, вот это, там я буду писать то-то, то-то и то-то. Всё, пишите, приходит ответ, говорят, вот так и так мы вам зарегистрировали, пишите первые 10 статей для проверки. Вот я и зарегистрировал второй канал, который у меня про фильмы, собственно, о нём сегодня и пойдёт речь, покажу, сколько он приносит, потому что монетизацию на нём одобрили. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Почему канал про фильмы? Собственно, я много раз говорил, что у меня всего три канала, как бы их больше, но некоторые просто висят мёртвым грузом на всякий случай, если эти забанят. Так вот, основных у меня было три канала. Канал про фильмы, канал по истории и личный блог. Собственно, канал по истории я уже перенёс, канал, который личный блог, ну, как я говорил, Пульс не очень любит личные блоги, поэтому я его отложил и буду вести только на Яндекс.Дзене. Остаётся канал про фильмы, но с каналом про фильмы не всё так гладко. Я его много-много раз показывал в своих роликах по Ютубу, статьи показывал, какие статьи заблокировали, какие статьи набрали там до отчитываний и просмотров. Всё это в Ютубе как бы постоянно мелькало. К чему это привело? Это привело к тому, что листаешь ты такую ленту Яндекс.Дзена, смотришь, о, моя статья, вернее, очень похожая, открываешь там какой-то непонятный канал, её уже перепечатал, отрерайтил, и набрал даже больше дочитываний, чем у тебя. Очень странно. Меня это всегда подбешивало, я писал в техподдержку. Кстати, тот канал, который воровал мои статьи и рерайтил, насколько я понимаю, сейчас забанен. Ролик о нём я в подсказках прикреплю, посмотрите. Тем не менее, такие каналы, ну, некоторые не всё просто воруют, берут отдельные статьи, берут какие-то отдельные идеи, и рерайтят их, и это всё равно как бы, ну, не очень. Я на это смотрел-смотрел, при этом доход на Яндекс.Дзене по каналу про фильмы падал-падал. Ну, собственно, мне это всё надоело, канал приносит копейки, я просто перестал писать статьи на этот канал. Вот. А тут мне товарищ, который мне дал инвайт, посоветовал, говорит, а что ты вот возьми и перенеси просто самые успешные статьи, да и просто статьи, которые у тебя там есть, на пульс. Я подумал, почему и нет? Тем более, будет отличный шанс взять вот эти статьи, которые у меня есть вот на Яндекс.Дзен, адаптировать их под пульс, посмотреть, сколько это приносит доход какой-то. Потому что на Яндекс.Дзен там это вначале не очень много приносило, потом доход вырос, неплохо довольно приносило этот канал. Канал про фильмы. Эти первые ролики, они там есть у меня где-то на канале, можете поискать, посмотреть. Всё, что найду, я в подсказках прикреплю. Ну и канал про фильмы был скорее экспериментальный, потому что я также не хотел светить канал по истории и завёл ещё один, чтобы показывать, что вот так надо писать, такие заголовки делать. Об этом я о всём рассказывал на этом канале, как показывал на примере. Вот. Монетизацию далеко не сразу подключили. Когда подключили, долгое время приходили небольшие деньги. Ну и справедливости ради стоит сказать, что канал я всё-таки завёл на довольно позднем этапе, когда там уже множество конкурентов было. Тогда ещё, конечно, новые правила не вступили в силу. Новые правила, я имею в виду одобрение монетизации. Да, раньше не было никакого одобрения монетизации. То есть набираешь 7 тысяч дочитываний, и тогда было 7 тысяч дочитываний, а никакие не 10 тысяч минут. Вот, просто набираешь 7 тысяч дочитываний, и всё, и тебе сразу включается монетизация. Остаётся только отправить документы. Тебе приходит там, что, да, документы прошли проверку. Всё, ты начинаешь получать деньги, выводить, всё нормально. Раньше было так, но из-за не очень хороших людей, которые начали мухлевать, жульничать, писать всякую ересь там и получать за это сразу монетизацию, нарушать правила, из-за них правила изменились. Как бы хочется к ним обратиться. Довольны? И теперь ни вы не можете заработать, ни мы не можем заработать. Ну да ладно, вернёмся к теме. Итак, у меня на канале на Дзене было множество хороших статей, которые не приносили мне доход. И тут появилась возможность просто перенести их, изменить. Изменять всё равно пришлось, потому что нельзя просто взять статьи из Дзена, скопировать их и вот, всё, вуаля. Нет, так нельзя, нужно изменять, подправил адаптировать, исправлять ошибки. О том, что исправлять ошибки, я рассказывал в одном из прошлых роликов, в подсказках его тоже прикреплю, посмотрите. Вот, канал на пульсе про фильмы я завёл, 10 статей первых выложил, они почему-то очень долго проверялись, но после того, как были проверены, меня попросили исправить ошибки. Ошибки были связаны с тем, что я писал про фильм Блокпост, там был момент с техническими нюансами про патроны, а поскольку на пульсе запрещен контент про оружие, только в историческом контексте про фильмы можно его использовать, всё-таки можно использовать, но без подробностей. И меня попросили вот эти подробности лишние убрать. Я, собственно, их убрал, статья прошла модерацию, всё, там опять несколько дней пришлось подождать, конечно, но, тем не менее, всё прошло, канал запустился, мне одобрили монетизацию, я смог на этом зарабатывать. Ну и, собственно, первый вопрос, который у меня возник, а больше ли здесь можно заработать на контенте про фильмы, чем на Яндекс.Дзен? Ну, то есть, кто больше платит за такой контент? Пульс или Дзен? Собственно, получилось проверить. Единственный момент, что вот этот период, когда мне одобрили на монетизацию, пришёлся на праздники, а в праздники у нас доход очень сильно упал. Об этом я в прошлом ролике рассказывал, его в подсказках тоже прикреплю, посмотрите. Вот, монетизация как бы одобрена была, но она была не очень высокая, потому что, во-первых, канал, ну, совсем новый, во-вторых, были праздники. Сейчас праздники прошли, и можно уже полноценно оценить, как приносит денег, сколько приносит денег канал. С момента одобрения и монетизации прошло чуть больше недели, но хотя он даже в праздники довольно неплохо приносил, но, собственно, вы сейчас всё сами увидите. Давайте перейдём к монетизации, вернее, к админке канала, и посмотрим. Собственно, вот она, админка канала про фильмы. Если посмотреть, тут за 7 дней сейчас стоит период, и выручка не очень большая. То есть, за неделю 1870 рублей. Ну, довольно мало. Но давайте посмотрим по дням. То есть, смотрим, четверг, 4 марта. Это всё предпраздничные, причём дни были. Канал совершенно новый, 163 рубля в четверг, потом в пятницу 174 рубля, предпраздничные субботы, 6 марта 314 рублей, потом у нас 239 рублей, понедельник, 8 марта, 267 рублей. И вот, как я говорил, как рассказывал в прошлом ролике, то есть, после того, как у нас праздники закончились, у нас наблюдается резкий рост дохода. То есть, вот он, 642 рубля. Это на 9 марта, на вторник. Сегодня ещё неизвестно, что будет, потому что статистика не так быстро обновляется. Она раз в несколько часов, там, переходит на новый этап. И мы видим, какой у нас сейчас доход. За день это происходит несколько раз. Вот сейчас 68 рублей. Но у нас сейчас просто начало дня. Если по читателям посмотреть, то у нас, в принципе, вот, 9 марта, как праздники закончились, сразу 14 225 человек. 7069, ну, здесь вот меньше было. 8000, 7000. И по выручке можно сравнить, как бы тоже соответствует. Если сейчас месячный график поставить, то мы увидим, сколько вообще времени существует данный канал. Ну, то есть, вот он, я начал его вести с 1 марта. 1 марта, сегодня у нас 10 марта. То есть, 10 дней существует этот канал. Получается, на нём должно быть где-то 20 статей. 10 первые, которые я публиковал, чтобы пройти одобрение. Ну, и остальные каждый день по статье. Вот. Получается, в первую очередь, чтоб не обидно, я, конечно, взял с Дзену те статьи, которые нашёл, что у меня их отрирайтили, или кто-то своровал, ну, потому что мои статьи, мне их было жалко. Я их взял и вот перенёс вот сюда вот. Естественно, адаптировав, исправив ошибки, иногда текст прям менял, причём существенно так менял. Ну, давайте вторую страницу со статьями посмотрим, что у нас здесь. Как бы, ну, вот если смотреть, в самом низу у нас располагаются статьи, которые меньше всего набрали дочитываний. Ну, то есть, вот, клики в ленте, просмотры, у которых меньше всего, они в самом конце находятся, хотя вот CTR довольно высокий. Но эта статья, понятно почему. Она только что выпущена. Тут статьи, кстати, даже с низким CTR могут набирать довольно большое число дочитываний. При этом статьи с высоким CTR могут не крутиться. Вот если мы посмотрим, у нас здесь CTR 16,9, но тем не менее, статья была показана всего 2,121 раз. Вот, вернёмся на ту страницу. Здесь, кстати, есть похожая статья. У неё CTR 8,18, но она уже больше крутится. 22 тысячи показов, дочитываний 1917. Вернее, не дочитывания, а просмотра. Я по аналогии с Зеном всё ещё называю. Не совсем корректно получается. Дочитывания у нас 1770, просмотра 1917. То есть два совершенно разных параметра. Собственно, по параметрам у нас здесь есть показы в ленте, CTR, клики в ленте, просмотры, читатели, дочитывания и дочитываемость. В принципе, на Зене мы можем все те же самые параметры наблюдать. Здесь площадки не особо сильно отличаются. Я пока ещё просто не привык к этому личному кабинету. Поэтому немного могу путаться. Если что, простите меня. Статистика, похоже, уже немного обновилась. Хотя нет, всё ещё то же самое показывает. Ну вот, собственно, доход я вам показал. После того, как канал одобрили, можно посмотреть, сколько там был доход. Вот, 267, 290 рублей. Но первые дни вот такой вот доход был. В принципе, я думаю, всё понятно. Но как оно будет дальше развиваться, если по аналогии с каналом по истории, то довольно неплохо. Потому что уже 642 рубля пришло. Если будет больше тысячи даже на этом канале приходить, то уже очень-очень хорошо. Вот. Ну, будем посмотреть. Я, конечно, не скажу, что на Дзене после одобрения монетизации мне прям совсем копейки приходили. То есть 10-20 рублей. Нет, такого не было. Там тоже по несколько сотен рублей приходило на этот канал. То есть, вернее, на счёт мой. Другое дело, что для одобрения этой самой монетизации мне пришлось хорошо потрудиться. Набрать 7000 дочитываний. Здесь, конечно, тоже всё не так просто. Но, тем не менее. Ну, и как бы, чтобы начать получать по 600 рублей и больше, на Дзене тоже пришлось вкладывать усилия. Но здесь есть один нюанс. Справедливости ради стоит его заметить. Сейчас на пульс я беру просто свои самые лучшие идеи, которые знаю прям, что заходят аудитории какие-то. А тогда я не знал и вслепую всё делал. Вот. Поскольку я уже знаю, поэтому и доход, я считаю, намного выше. Так что, если уж совсем-совсем честно, то, я думаю, доход, в принципе, сопоставим. Потому что рекламодатели одни и те же. Реклама одна и та же крутится. Просто зависит от того, как вас читают. Я знаю, что более-менее читают, что не очень читают. Поэтому могу примерно выкладывать то, что сейчас мне кажется уместным. Вот. Но при всём при этом пульс выигрывает в своём дружественном отношении к авторам. То есть, вам говорят, что вот, мы проверим ваш канал до такого-то, такого-то периода. На Дзене вам просто напишут «Ждите!» И вы можете ждать там, я не знаю, ну, несколько месяцев. Можете вообще там бесконечно ждать, и вам ничего не ответят. Здесь нет. Здесь есть чёткий период, что вот за это время мы проверим ваш канал. И там либо попросят исправить, либо скажут, что не одобрен. Хотя я не знаю тех, кому не одобрили. Если какая-то статья что-то нарушает, вам не скажут, так решил алгоритм, всё, до свидания. Вам скажут, что нарушает она вот это, вот это, вот это, такой-то пункт правил. Пожалуйста, исправьте. И вам придётся исправить. В общем, с этой точки зрения мне пульс намного больше нравится. Ещё он мне нравится больше тем, что тут нет всякой ереси, ну, типа, купил консервную банку, смял, показываю, что получилось. На Дзене таких статей завались. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться площадка, когда на ней будет очень много авторов, когда модерировать будет намного сложнее. Как оно там будет, мне неизвестно, что будет дальше с моим каналом и по истории, и про фильмы мне тоже неизвестно, поэтому я примерно буду вам рассказывать и показывать. Ну, а у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм. Тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока.